Уникальное место, маленькая страна, где живут особенные дети. У каждого жителя этой страны под названием «Ласка» своя, непростая история. В современном мире принято считать, что у таких детей нет будущего. Они не смогут противостоять суровой реальности, и полноценная жизнь для них – недосягаемая мечта. В детском доме «Ласка» доказывают обратное. Детские детишки С детством детского дома созданы все условия для необходимой реабилитации. По словам директора Арины Самаевой, дети здесь с заболеваниями различной сложности, и к каждому нужен индивидуальный подход. Маленькая Тома попала сюда из дома ребенка. Малышка не могла самостоятельно есть, ходить и реагировать на окружающий мир. Но сейчас, после долгих процедур и реабилитации, Тамара окрепла и каждый день радует воспитателей своими успехами. На сегодняшний день наша девочка ходит, она все понимает, обращенную речь понимает, все инструкции учителя, воспитателя она выполняет. То есть на сегодняшний день, да, Томка, она у нас умница. И мы очень рассчитываем на то, что вот сейчас ей нужна опора какую-то, да, а так вот мы думаем, что уже к лету, наверное, она самостоятельно будет ходить. И это большой, очень большой результат для такого ребенка с таким диагнозом. Главная задача сотрудников интерната «Ласка» – научить детей самостоятельной жизни, обслуживать самих себя и справляться с бытовыми вопросами. Для этого в «Ласке» обустроен класс Монте-Сори. Методику эту основала известная итальянский педагог, психолог Мария Монте-Сори. Она направлена на развитие ребенка самостоятельности, индивидуальности, независимости. При этом учитывается индивидуальный ритм развития ребенка. Класс делится на зоны. В сенсорной зоне находится такое оборудование, которое развивает у детей зрительное восприятие размера, зрительное восприятие цвета, формы. Есть шумовые цилиндры. Они определяют шум разной громкости. В классе домоводства всегда очень оживленно. Здесь учатся готовить, мыть посуду, стирать и убирать. Самое любимое занятие детей – кулинария. В меню у ребят хинкали, пельмени, блины – полноценные блюда. Умение готовить обязательно пригодится для будущей самостоятельной жизни. Они счастливы принимать у себя гостей и угощать их своими скромными гастрономическими шедеврами, параллельно рассказывая рецепты блюда. Сегодня наши дети готовят блюда кавказские. И мы все очень любим хинкали, наши дети. И наша нянечка, палатная санитарка Нателла показывает им, как это все правильно делать. Настена – это девочка, которая вообще любимица коллектива. Она старается и в хоре участвовать, и танцевать, и в гончарном деле участвует. Но сегодня она пытается приготовить вот эти хинкали. Эти ребята готовятся уже с малых лет к тому, что им придется делать в жизни. Мало кто умеет работать на гончарном кругу и делать уникальные сувениры из глины. Но для воспитанников интерната «Ласка» это вполне обыденное занятие. Уже больше года дети увлекаются гончарным делом. По словам педагога, занятия помогают развивать моторику, концентрацию и усидчивость. Дети справляются по-разному. Кто-то очень талантный, ну как обычно, как везде в жизни. Кто-то очень хорошо, кто-то похуже. Но всем нравится работать. Для кого-то, допустим, достижение что-то там, маленькое сделать, вот что-то прям совсем ничего такого особенного, но для определенного ребенка это тоже достижение. У кого-то очень хорошо получается. То есть большинство детей, в принципе, которых я беру, которые ходят ко мне на занятия, они большинство, да, справляются. На базе дома-интерната «Ласка» существует отделение дневного стационара «Дома солнца». Здесь проходит реабилитацию особенные дети, живущие в семьях. Родителям и ребятам специалисты оказывают консультативную и медицинскую помощь. Дефектолог, логопед и педагоги работают с детьми по специальным программам. Дневной стационар для некоторых семей стал настоящим спасательным кругом. Ведь у родителей появилась возможность работать в течение дня. В основном дети с синдромом Дауна, и функционирует наш центр с 2009 года. Этот центр был открыт благодаря фонду поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. И с 2009 года мы помогаем семьям, имеющих детей-инвалидов. Дети здесь получают комплексную реабилитацию. Утром этих детей мы забираем из семей. То есть поадресно наш воспитатель, водитель проезжают по домам и забирают этих детей. До вечера они находятся здесь у нас. Вечером родители уже забирают своих детей сами. На сегодняшний день мы рады, что можем оказать помощь вот таким семьям. Для воспитателей интерната самое большое счастье – достижение воспитанников. Они гордятся даже самым маленьким успехом – своих подопечных. А поводов для гордости у детского дома совсем немало. Марина неизвестная, несмотря на звучную фамилию, личность очень даже известная. Много лет она была воспитанницей интерната, а сегодня его незаменимый сотрудник. Эта хрупкая девушка следит за чистотой в родном детском доме и помогает воспитателям ухаживать за малышами. Марина с теплом вспоминает о годах, проведенных в стенах интерната. А когда настало время вступать во взрослую самостоятельную жизнь, она осталась работать в детском доме. Все свое детство девушка мечтала избавиться от фамилии неизвестная, но с годами стала ею даже гордиться. Ну, мне здесь нравилось, училась я неплохо, рисовать любила очень. Я сначала училась в пятом училище, потом выпускалась, уже меня оформили уборщицей, уже стала работать. Восемь или девять лет работаю. Сейчас Марина живет самостоятельно. Отучилась в училище, получила специальность швеи, ведет хозяйство и строит большие планы на будущее. Трудностей девушка не боится, ведь справляться с ними она научилась еще в интернате. Марина любит принимать гостей в своей новой квартире, особенно воспитателей. Она делится с ними своими успехами, планами и мечтами. А мечтает она о большой семье, о детях, чтобы подарить им любовь, которой ей самой не хватило – материнскую любовь. Заур Басев – гордость Арины Ивановны. Он в очередной раз доказал, что воспитатели и педагоги работают не зря, и желание жить сильнее любой болезни. В детский дом Заур, как и большинство детей, попал из дома ребенка. Ходить он не мог, передвигался лишь в коляске либо ползком. О том, что когда-нибудь все-таки сможет ходить самостоятельно, молодой человек даже не мечтал. Но чудеса случаются. Нашли клинику в Питере, в Кушкинской институте имени Турнера. И туда я попал в 14 лет. Первая операция была очень тяжелая. Потом вторая операция тоже была уже сделана на стопы, на галиностопы. Первый раз, когда меня поставили на ноги, было очень больно. Я еще и боялся высоты меня, когда во весь рост поставили. Было такое, что вот в конце коридора поставят коляску, а они поднимут меня, поставят на эти находунки. И вот от этого конца до другого конца коляску увозили и оставляли меня. А я-то болит все. И они мне говорили, хочешь отдохнуть, дойди до этой коляски. В Ласку Заур приходит как в родной дом. Воспитатели любят пообщаться со своим воспитанником за чашкой чая и послушать очередные истории из его взрослой жизни. Молодой человек получил высшее образование, учится в магистратуре на отделении автоматизации и уже три года занимается штангой. По словам Заура, без спорта свою жизнь не представляет. На сегодняшний день его главная цель – стать чемпионом России и чемпионом мира по жиму лёжа, прославит свою республику и родной детский дом. В ближайшем будущем Заур планирует приобрести автомобиль немецкой марки. Машины – ещё одна его страсть. Вот, ты многого добился. Я её всегда переправляю. Не я, как бы, а мы все вместе. Но она говорит, ну если бы ты упор не сделал на это всё, я говорю, Арина Ивановна, если бы не вы меня заставляли, этого бы никогда не было. Раньше я часто звонил Арине Ивановне. И тут месяц, два месяца я не звонил, три месяца. Тут Арина Ивановна мне звонит, говорит, куда, говорит, ты пропал. И я так зацвелся, говорю, самооставительной жизнью живу. У Жаны Плиевой из селения Санеба трое сыновей, двое из которых – бывшие воспитанники детского дома «Ласка». За годы работы в интернате Жанна полюбила Олега и Дениса как родных. Мальчики называли её своей мамой. В тяжёлые моменты Жанна всегда была рядом. Настал момент, когда женщина поняла, что не сможет больше расстаться с Олегом и Денисом. И с тех пор они живут вместе, одной дружной семьёй. Там, где клюнь шумит над речной волной, говорили мы о любви с тобой. Узнала их давно. Я работала на базе, они приезжали, седьмая группа это была, приезжали на Синокос. Я им готовила, пошла туда работать. Работала около четырёх лет. И мальчики ко мне приходили, они вот как с Синокоса меня узнали, вот дружба вот с тех пор и длилась. Они ко мне приходили, и мы вечерами в своё дежурство, мы вечерами сидели перед телевизором, собирались там, и я им рассказывала всякие истории, ну, как надо жить, каким надо быть, чтобы вот не обижать никого. Потом, когда я узнала, что детей будут забирать в неврологическую вот эту, ну, больницу вот эту, ну, в Чермени. Жалко их стало. И взяла сперва Олега. Денис переехал в дом Плиевых позже Олега. За то время, что он был в детском доме один, каждый день просил Жанну забрать и его. Женщина отказать не смогла, и вот уже четыре года мальчик – полноценный член семьи Плиевых. Денис с детства мечтал стать поваром. Наблюдал за Жанной на кухне и старался всё за ней повторять. Спустя годы мальчик осуществил свою мечту. Стал профессиональным поваром и теперь работает на пищеблоке. Она учила меня, как говорит, как с людьми надо разговаривать, как ухаживать со собой надо. Почему я её полюбил? У неё хороший сын. Он тоже меня учил. И бокс, он боксом занимается, он меня тоже иногда учил. Тут я живу как король. Тут и мама, папа, братья. Когда я его забрали, я обиделся. Почему его забрали, а не меня? И я начал звонить маме, это всё. Говорю, возьмите меня тоже. Потом к Карине подхожу, ну, к директору Самайеве. Я говорю, я хочу к ним. Я тоже хочу жить с семьёй. И она говорит, я поговорю и помогу тебе. И она через шесть лет сделает это. И они меня забрали. Мальчики живут счастливой жизнью в большой и полноценной семье. Они любят вместе с папой возиться с машиной, помогают маме на кухне и в огороде, а по выходным ездят в город гулять со сводным братом. Материнское сердце не боится трудностей. Взять на себя такую ответственность могла только сильная духом женщина. По словам Жанны, без поддержки мужа и сына она бы не справилась. Но больше всех благодарна директору Ласки, Арине Ивановне. Она доверила Жане, своих подопечных, и весь путь усыновления проходила вместе с ней. Детский дом Ласка – это большая семья, где учат жить, любить, радоваться мелочам и самое главное – верить в чудо. Сотрудники и воспитанники интерната долгие годы доказывают, что именно эта вера помогает проходить все невзгоды и тяготы жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова